В этом видео речь пойдет об уникальном, на мой взгляд, месте для нашей страны. Что такое этномир? Это самый большой в России этнографический парк-музей. Логичен и следующий вопрос. Что такое этнография? Если коротко, этнография – это наука, изучающая народы, этносы, их происхождение, состав, где они были расселены, какими культурно-бытовыми особенностями они обладали. Этот ролик я разобью на две части. Сначала я расскажу вам и покажу, чем можно заняться в этномире, что вы можете из него выжать, скажем так. А в конце видео я расскажу о так называемых спорных моментах, что вам следует иметь в виду, когда вы собираетесь поехать в этномир. Первое, что удивляет в этом месте, это, ну что ли, оно не похоже ни на какие другие. Второе, чем это место мне показалось необычным, это то, что это не просто набор отелей в стиле разных стран. Это не просто набор ресторанов, тоже в стиле разных стран, а это, что ли, своеобразное арт-пространство. То есть здесь есть и выставочные какие-то вещи, здесь есть и статуи, здесь есть и информация о разных народах. То есть это как бы как своеобразный музей под открытым небом. Это как бы и парк, это как бы и аттракционы, и зоопарк еще. Здесь большая территория, то есть мы сколько гуляем здесь, я с детьми со своими, мы сколько гуляем здесь, находили уже около 7 километров. И мы не прошли все. Я помню, как пару лет назад я ездил в Никола Ленивец, это именно арт-пространство под открытым небом. Вообще по атмосфере, по ощущениям сумасшедшее место. Я ссылочку оставлю под роликом, под этим. И вот это место, оно конечно другое, но по своей атмосфере тоже в нем что-то такое есть очень необычное. В нашем случае поездка была спонтанной, и мы просто рванули в этном мир, ничего не планируя. На самом деле здесь проводится большое количество туров, экскурсий, мастер-классов, анимационных программ для детей. И я настоятельно рекомендую присоединиться к одной из них. Я сейчас не занимаюсь рекламой этном мира, это исключительно обзорное видео с моим личным мнением. Но я считаю, что если вы присоединитесь к какому-то мастер-классу или экскурсии, это просто позволит вам гораздо глубже понять смысл определенных объектов. И в какой-то степени вы сможете погрузиться, даже прожить опыт разных народов. Сейчас в этом мире представлены архитектура, национальная кухня, ремесла, традиции и быт разных стран мира. Кому-то может показаться, что детям здесь может быть скучно, но мы, допустим, провели здесь целый день, и одному у меня ребенку три года, другому шесть, и они ни разу не хотели возвращаться. Здесь есть питомники с животными, здесь есть разные лабиринты, лабиринты на земле, лабиринты на деревьях. Здесь есть динопарк, но это, пожалуй, одна из известных частей этнамира. Как дети, так и взрослые могут попробовать себя в различных редких ремеслах и сделать что-то своими руками. Смотрите, очень прикольно. Я сначала не сообразил. В самом начале увидел там о каком-то крае такую информацию, ну как бы увидел, увидел. А дальше, гуляя по территории, значит, смотрю, они все разные, во-первых. И здесь, значит, вот, к примеру, Красноярский край, такая информационная доска и показаны достопримечательности. То есть можно подойти, посмотреть информацию о крае, регионе, значит, основные достопримечательности, птицы, животный мир. В общем, очень интересно даже просто погулять с информационной точки зрения. Ну, теперь моменты, которые многих волнуют. И первая из них, это, конечно, цена. Особенно, если вы едете с семьей, скажем, из четырех человек или с друзьями. Стоимость входного билета на человека 500 рублей. Бесплатно проходят только дети до трех лет, ну и есть там какие-то льготы. Но в этих 500 рублей входит только посещение парка. Если вы планируете на территории парка посещать еще дополнительно, скажем, динопарк или какие-то лабиринты, то вы будете платить дополнительно. Посещение мастер-классов, зоумузеев, вольера с хаски также вы будете оплачивать дополнительно. И если в течение дня вы хотите посетить максимум и у вас несколько детей, то выйдет вам это в достаточно кругленькую сумму. Следующий по важности момент это еда. Плюс первый, то что прямо перед входом в парк есть мини-маркет, где вы можете купить воду и какие-то мелкие продукты. На территории есть большой выбор ресторанов, но возможно мне не повезло, но мне еда не понравилась и о какой-то высокой кухне я говорить не буду. К тому же относительно того, что я там ел, я считаю, что цена очень сильно завышена. И обслуживание достаточно слабое. Следующий пункт касательно местной эстетики и в особенности если вы приезжаете за хорошими красивыми фотографиями. В разных точках парка идет стройка и кое-где что-то демонтируется. На сайте этномира в разделе перспективы указано, что к 2030 году тут планируют выстроить целый этногород. Конечно, это круто то, что парк постоянно развивается, но при этом это говорит о том, что здесь постоянно будет идти строительство и все это создает такую определенную атмосферу неухоженности и незаконченности парка. Что касается других плюсов и минусов, то оставлю их на ваш личный суд, потому что тут уж каждому свое. Кого-то интересует комфортный отдых в отеле и вкусная еда, а кого-то другого в большей степени концепция и какие-то экскурсии и информация. Вы знаете, сначала лично мне здесь были интересны постройки разных народов мира. Детям же интересно, понятно, парки развлечений, типа там зоопарк, парк динозавров, лабиринты всякие разные. Это больше детям интересно. Ну классно еще то, что здесь есть питомники хаски, к примеру. И мы шли как раз вот этот питомник, но мы не успели. Территория на самом деле большая, если по всему ходить, то мы вот приехали где-то в 2 часа дня и мы в 6 часов вечера не успели. Понимаете, да? То есть они уже закрылись. И мы совершенно случайно попали в домик под названием Кобры-Мобры. В общем там рептилии. И я, честно говоря, думал отдать детей и сам еще походить погулять, потому что у них там раз в несколько часов идут сеансы. Я зашел и когда начали рассказывать, показывать, я думал, что просто там посмотреть, да. Но на самом деле они в течение часа рассказывают и мне было очень интересно. Там рассказывали про скорпионов, змей, всяких ящериц. И ребята, которые там находятся, они достаточно много знают интересной информации. Это прям был такой зоологический урок. Прям как будто до Роздову попали. Ну а если вам был полезен данный ролик, надеюсь, что поставите лайк. И увидимся в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова